Вопрос о ТОСе Березняковске обсуждался в четверг в городской думе. Напомним, это самоуправление стало первой ласточкой в новой программе предоставления непосредственно ТОСам, зарегистрированным в качестве юридического лица, целевых субсидий на бытовые нужды. В случае Березняковского на уборку снега и коронирование деревьев. Однако вскоре в УФАС была подана жалоба о том, что таким образом будет нарушен закон о конкуренции. Антимонопольщики с этим согласились. Таким образом, налицо у нас, как всегда, противоречие двух федеральных законов. Первый – это федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления, который предполагает предоставление субсидий территориальному общественному самоуправлению. И второй федеральный закон – это законы, регулирующие государственную и муниципальную систему закупок. И в том числе антимонопольное законодательство. По части субсидирования самоуправления нареканий нет и быть не может. Дело именно в третьем лице. В той компании, которая и будет осуществлять для ТОСа, тоже кронирование, к примеру. Уфас настаивает. Если аукцион не проводился, это незаконно. Мы заключили двухсторонний договор, так как мы юридическое лицо. А с подрядной организацией мы ее выбрали не просто так, что вот взяли ее и выбрали. Мы провели анализ, значит, потому что денежные средства, те, которые нам были выделены, они ограничены. А те объемы работ, которые мы планировали сделать, они в течение 50 лет не делались. И нам нужно было сэкономить денежные средства и увеличить производительность труда, чтобы нам сделали больше объемов работ. В ответ на решение антимонопольщиков городская мэрия обратилась с жалобой в арбитражный суд. Но в лучшем случае обжалование займет не меньше полугода. Нужно решить, что делать с ТОСами сейчас, чтобы действовать в рамках закона и при этом продолжить помогать самоуправлением. Нам нужно продумать шаги, которые бы пока не нарушая законодательство, я имею в виду пока в той позиции, которая высказана антимонопольной службой. Видимо, вот решение этих текущих проблем переложить в рамки действующей деятельности администрации. То есть провести расторговку вот тех необходимых расходов, которые сейчас требуются для проведения сезонных работ в деятельности ТОСа, связанных с благоустройством. Было принято решение – временно вернуться к прежней системе. То есть все отношения с подрядчиком, в том числе аукцион, будет осуществлять мэрия. Сам ТОС распоряжаться средствами не сможет, но тогда получается статус юрлица ему ни к чему. Работа с самоуправлениями будет продолжена, но точку в этом вопросе сможет поставить только суд. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иванова.